Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как в досудебном порядке урегулировать спорные вопросы, связанные с регистрацией? Какие электронные сервисы помогают предпринимателям разобраться в налогах и их оплате? О налогах говорим сегодня в нашей студии заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Александр Литонин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый вечер. Ну сегодня говорим о юридических лицах. Скажите, пожалуйста, с чего вообще начинается путь в бизнес, если рассматривать это с точки зрения налоговой службы для предпринимателей, бизнесменов? Ну, с точки зрения налоговой службы начинается, наверное, все с похода к нам в первую очередь, поскольку если проанализировать действующее законодательство, в частности в сфере гражданского оборота, то мы можем увидеть, что любая предпринимательская деятельность, как то осуществляемая путем индивидуального предпринимательства, либо путем создания юридического лица, вот вся эта деятельность в соответствии с гражданским кодексом подлежит государственной регистрации. В настоящее время регистрирующим органом с 2001 года является Федеральная налоговая служба. Соответственно, для того, чтобы осуществить государственную регистрацию, либо предпринимателя, либо организации, необходимо подать соответствующее заявление в органы налоговой службы. В частности, у нас с 1 апреля таким органом является специализированным единый регистрационный центр, который находится на улице Сергея Лазотова А. В общем-то, сейчас это единственный орган на территории Самарской области, куда можно обратиться с вопросами государственной регистрации. То есть, ни о каких МФЦ, либо других заведениях мы не говорим, там нельзя сделать это. МФЦ – это структура, которая обеспечивает, скажем так, политику, наверное, одного окна, удобства для граждан, куда гражданин может обратиться не только по вопросам государственной регистрации, по каким-либо другим вопросам, связанным с получением паспорта, оформлением документов на недвижимость, например. А МФЦ уже, соответственно, эти документы может, опять же, переслать в соответствующий орган, который занимается соответствующими вопросами. Ну, в частности, если по вопросу госрегистрации предпринимательской деятельности, документы поступят в адрес единого регистрационного центра, и затем уже в реакцентр проведет соответствующее мероприятие, и документы будут переданы заявителю, который обратился. А нужно ли, опять же, перед началом проверять какие-то риски? Вообще какие-то риски могут быть у предпринимателей? На что нужно обращать внимание? Ну, начинающим предпринимателям, прежде чем, наверное, открывать бизнес, необходимо проанализировать все за и против, поскольку у нас предпринимательская деятельность в Советской Федерации осуществляется на свой риск. Тут можно, наверное, получить прибыль, если хорошо проанализировать соответствующее направление, в котором собирается работать гражданин, либо, если недостаточно, изучить соответствующий рынок, можно по этому направлению и убыток получить. В этом плане для начинающего предпринимателя риск, наверное, заключается именно в этом. Для действующих организаций, предпринимателей риски уже, наверное, будут заключаться непосредственно в самой деятельности предпринимательской, в частности, во взаимоотношениях с контрагентами. И вот именно для этого, в том числе на сайте Федеральной налоговой службы, реализован сервис «Узнай о контрагенте». То есть обращение к этому сервису, оно позволяет предпринимателям узнать о своем потенциальном контрагенте информацию, зарегистрированный ли он в едином госреестре юридических лиц или предпринимателей, соответственно, кто является директором, какие виды деятельности осуществляет, например, организация контрагент, какой у него размер уставного капитала. Ну, то есть, как можно таким образом, наверное, все-таки минимизировать риск общения именно с этим конкретным контрагентом. А есть такой список или реестр уже тех лиц, которые дисквалифицированы, то есть которые уже попадали вот в какие-то такие ситуации, и с ними, конечно, лучше дела не иметь? Ну, вопросы дисквалификации – это, прежде всего, вопросы конкретных физических лиц, которые дисквалифицированы. Действительно, такой реестр ведется уже много лет, и, опять же, правительство определило, что органом, который ведет этот реестр, являются органы Федеральной налоговой службы. Действительно, значит, обращусь немножко к кодексу административных правонарушений, поскольку такая санкция, как дисквалификация, в частности, руководителя юридического лица, она предусмотрена именно кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Предусмотрены там различные санкции, там штрафы, там прекращение приостановления деятельности, и, в том числе, дисквалификации по ряду составов. И, значит, вот дисквалифицированное лицо, а дисквалификацию может наложить только суд за какое-либо правонарушение, вот дисквалифицированное лицо, информация о нем размещается в этом реестре, соответственно, любое заинтересованное лицо путем подачи заявления в наш адрес может получить информацию, во-первых, о себе, не является ли он дисквалифицированным, либо в отношении, опять же, какого-либо другого юридического лица, который, например, являлась директором контрагента. Понятно. Вот если вернуться к единому регистрационному центру, значит, у него функция только оформления госрегистрации, да, получается? Или еще что-то там вот можно? Ну, вообще, вопрос регистрации, они ведь не только касаются создания юридического лица. Любые изменения устава, размера долей, местонахождение, сведения об исполнительном органе, все эти вопросы подлежат государственной регистрации, соответственно, в случае каких-то этих изменений, о которых я сказал, заинтересованное лицо обязано в установленные сроки обратиться в регистрирующий орган, и, соответственно, регистрирующий орган будет обязан в течение пяти дней решить вопрос о государственной регистрации этих изменений, либо об отказе, если какие-то нарушения при подаче заявления были допущены. Поэтому, вот буквально, наверное, вся деятельность юрлица, связанная с осуществлением предпринимательской деятельности, любые изменения будут подлежать регистрации, И этими вопросами как раз и занимается регистрационный центр. А как давно он действует вообще? В Самарской области, в частности, он был создан с 1 апреля 2015 года. Это не наша новинка. Это укладывается в рамки политики Федеральной налоговой службы, в соответствии с которой во всех субъектах Российской Федерации в установленном порядке по определенному графику создаются рек-центры. В ряде регионах уже эти рек-центры созданы и функционируют. В частности, у нас их завершение, создание по территории всей Российской Федерации планируется где-то к весне 2016 года. А сейчас я предлагаю посмотреть сюжет о первых итогах единого регистрационного центра, который расположен на улице Сергея Лозо-2. А. А, Сергей Лозо-А. И затем мы продолжим разговор. Помощник юриста Пелагея Гавина в налоговую приходит почти каждый день. Регистрация индивидуальных предпринимателей, смена учредителя – все это требует тщательного сбора документов и оперативности. Теперь на все про все уходит меньше недели. Удобно тем, что приходишь, нет больших очередей. Также инспектора довольно-таки дружелюбные и хорошие. В случае чего могут помочь, подсказать какие-то вопросы. С апреля именно столько работает единый центр. Совершено больше 32 тысяч регистрационных действий юрлицами. В операционном зале на улице Сергея Лозо нет очередей. Специалистов, готовых помочь, здесь хватает. Кроме того, человек, решивший заняться бизнесом, может подать заявку в любом многофункциональном центре, после чего получить готовые документы уже здесь. Сегодня в рамках единого регистрационного центра налогоплательщик, придя сюда, он получает весь спектр услуг в одном месте. Также ему предоставляется перечень документов, необходимых для регистрации. Он их заполняет и тут же сдаёт. Единые регистрационные центры создаются по всей России. Самара не исключение. Малый и средний бизнес нуждаются в поддержке не только материальной, в льготных кредитах и субсидиях, но и моральной, когда на пути предпринимателя нет бюрократических барьеров. А какие-то спорные вопросы, связанные с госрегистрацией, возникают когда-то? Или это всё относительно... Ну, спорный вопрос, наверное, есть в деятельности каждого госоргана. Мы здесь не исключение. Тот же закон о государственной регистрации, он прямо предусматривает основания, по которым заявителю может быть отказано в государственной регистрации. Это начиная от неправильного заполнения заявления о госрегистрации, заканчивая недостоверными сведениями, представленными на госрегистрацию. Ну, достаточно много оснований, все их можно посмотреть в законе 129 ФЗ. Но это всё решается в судебном порядке, или вот как-то есть возможность не доводить до суда? Вы знаете, на самом деле до осени прошлого года закон о госрегистрации напрямую не регулировал вопросы обжалования. Поэтому, соответственно, в общем порядке заинтересованное лицо, которое было не согласно с каким-либо принятым решением, оно, как правило, обращалось в суд. Вот, значит, какой-либо административный способ защиты прав здесь и осмотрения жалоб предусмотрен не был. Но вот именно начиная с августа прошлого года ситуация поменялась, были внесены изменения в закон 129 ФЗ. И, допомним, этот закон был отдельной главой, которая касалась как раз вопросов досудебного обжалования. Вступили в силу эти изменения с 22 августа 2014 года. Именно с этой даты существует юридически закреплённая возможность обращаться не напрямую в суд сразу, а в досудебном порядке. Ну, здесь, во-первых, преимущества какие? Во-первых, экономия времени, потому что судебные процессы достаточно длительный период идут. Вот, кроме того, любое лицо, которое будет не согласно с судебным актом, будет, наверное, обжаловать дальше по инстанциям судебный акт. Плюс госпошлину платить нужно по этим вопросам, при обращении в суд. Поэтому, конечно, преимущества досудебного урегулирования здесь налицо. Более того, законодатель предусмотрел, что в тех случаях, когда заинтересованное лицо обжалует вышестоящий орган, в частности, Управление по Самарской области, именно решение об отказе в государственной регистрации, так вот, в суд можно пойти в дальнейшем, только пройдя нас. То есть здесь обязательно досудебный порядок предусмотрен по обжалованию решений об отказе в госрегистрации. В части решений о госрегистрации, если с этим решением кто-то не согласен, законодатель тут альтернативно предусмотрел, что либо в суд, либо в вышестоящий. Здесь уже заявитель сам выбирает способ защиты своего права. Срок подачи жалобы 3 месяца, с момента, когда лицо узнало, либо должно было узнать о нарушении его права. Жалобу мы рассматриваем в течение 15 рабочих дней. Подается она по общему правилу через рек-центр, который принял обжалуемое решение. Затем рек-центр нам пересылает все документы. Если нам напрямую жалоба поступает, мы, естественно, ее тоже без внимания не оставляем. Но в этом случае мы сами запрашиваем уже документы в рек-центре. На это, естественно, время уходит небольшое. А вообще сроки регламентированы. Рассмотрение, еще раз скажу, 15 рабочих дней. В случае, если жалоба о рассмотрении вызывает сложности, или не все документы нам представили для рассмотрения жалоб, мы вправе вышестоящего органа, рассматривающего жалобу, может продлить на 10 рабочих дней, о чем мы заявителя, безусловно, сразу уведомляем. Сегодня очень в таком темпе развиваются сервисы электронные у разных государственных служб и учреждений. Скажите, вот обращение или жалобы можно в электронном виде отправить? И в данном случае такие же сроки реакции будут? Да, безусловно. Закон устанавливает альтернативный способ подать жалобы либо почтовым отправлением, либо нарочно можно представить, дать отметку, получить о принятии нами жалобы. Либо путем подачи жалобы в электронном виде. Но в этом случае она должна быть подписана электронной цифровой подписью. Более того, закон предусматривает, что в случае, если жалоба не подписана, в том числе электронной цифровой подписью, если по электронной почте все это отправлено, это будет являться основанием для оставления жалобы без рассмотрения. Такое право у нас тоже есть, если определенные есть недочеты. В частности, вот скажу тогда их, перечислю, в случае, если жалоба не подписана, либо непредставленные полномочия на подписание, если представитель подписал, в случае, если жалоба подана повторно по тому же предмету, по тем же основаниям, и в случае, если пропущены сроки подачи жалобы, и при этом отсутствует годательство на восстановление соответствующего срока. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Михаил, слышал, что можно добровольно задекларировать свои зарубежные счета. Это что, амнистия? И куда можно подать такую декларацию? Да, вот про зарубежные счета. Вопрос не совсем с госрегистрацией, конечно, но попробуем тогда ответить на него. Действительно, такая программа сейчас действует. Она действует до 31 декабря 2015 года. Связана эта программа с законом номер 140 ФЗ от 8 июня 2015 года. Действительно, до конца года, то есть до 31 декабря, любое физлицо может задекларировать свое имущество и счета, которые находятся за рубежом. Имущество, в принципе, тут любое. Может быть, как недвижимость, так и ценные бумаги, что-либо еще. И цель закона как раз заключается в том, чтобы обеспечить правовые гарантии сохранности этого капитала, который неизвестным образом, скажем так, для нас попал за границу. И в этих целях закон освобождает заявителя об ответственности за какие-либо правонарушения, которые были связаны с выводом этого капитала. В случае, если эти правонарушения были допущены до 1 января 2015 года. Более того, полученная нами информация сохраняется в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса. Налоговая тайна, она не подлежит разглашению. И более того, эта информация в соответствии с этим законом не может быть использована при производстве по административному, уголовному и налоговому правонарушению. Поэтому здесь, в принципе, определенные гарантии есть. Можно легализовать капитал, вывести его, скажем так, задекларировать. В установленном порядке. Поэтому декларация подается по общему правилу по месту жительства гражданин, соответственно. Либо на бумаге он от руки заполнит, либо распечатать на принтере. Следующий вопрос задает Иван Андреевич. По закону о банкротстве налоговая может обратиться в суд. Может ли налоговая обратиться в суд, чтобы признать человека банкротом? Да, вот какой-то новый, кстати, закон о банкротстве вышел недавно, о котором все говорят. Да, в общем-то, очень давно пытаются внести поправки в закон о банкротстве, поскольку уже давно предусмотрено, что банкротство физлица, в принципе, с законодательством возможно, но порядок этот установлен не был. И вот уже пытались, наверное, порядка 10 лет различные законопроекты принять. Все эти попытки потерпели неудачу. Ну вот, последний законопроект прошел в сочтении, подписан президентом. Он вступил в силу с 1 октября. Действительно, налоговый орган, я тогда напомню, что он является не просто налоговым органом, он еще является уполномоченным органом по делам о банкротстве. Вот такая функция возложена правительством на Федеральную налоговую службу. Поэтому, соответственно, если перед государством у гражданина задолженность какая-либо есть по уплате налогов, то такого гражданина в полной мере распространяется положение вот этого нового закона и налоговый орган, как уполномоченный орган вправе подать заявление на банкротство. Таким же правом, в принципе, обладают иные кредиторы, например, по гражданскоправовым сделкам гражданина. Ну и, безусловно, обязанность подать заявление о банкротстве в случае признаки банкротства имеются. Сам гражданин должен, поскольку за неподачу, установленный срок, на него, может быть, даже административная ответственность наложена. Да. А чем грозит это вот тем людям, которые работают на этом предприятии, вот малого бизнеса? Если признается оно банкротством, то банкротом и дальше. Здесь, наверное, речь идет немного о другом в этом вопросе. Речь идет именно о банкротстве самого гражданина, поскольку банкротство предприятий, банкротство граждан, немножко разные вещи. К предприятию у нас претензии могут быть в случае, если предприятие свои налоги не платит. Налог на прибыль, НДС и тому подобное имеют задолженность определенную. В этом случае, в принципе, гражданам это особо не грозит. Они также потом при осуществлении, например, конкурсного производства, в случае, если какие-то долги перед ними есть, будут получать свою часть имущества. Ну, выплаты денежными средствами, естественно, после реализации конкурсной массы. А для самих граждан определенные негативные моменты есть. Безусловно, все, наверное, знают, что у нас очень многие граждане закредитованы, но при этом в установленные сроки кредита не возвращают. Да, потому что вот это что-то новое, физическое лицо банкрот. Вот, в общем-то, в том числе и на это направлен закон, чтобы как-то упорядочить правоотношения, в том числе и в банковской сфере, в общении с банками. Вот, единственное, вот этот гражданин, если он будет все-таки признан кредитором, который брал кредиты в банке, он в течение пяти лет не вправе будут эти кредиты получать. Поэтому тут для него минусы, конечно, есть определенные. Если банкрот, то это невозможность получения кредитов, в первую очередь. А вообще, в последнее время опять тема малого бизнеса, предпринимательства поднялась на очень высоком уровне. И вот, как бы, льготный, опять заговорили о льготном режиме для него. Вот, в отношении налогов, льготный режим для малых вот этих предприятий и среднего бизнеса, он в чем заключается? Вообще, как-то это меняется со временем? Или вот это все в одном режиме, так и идет? Ну, вы знаете, у нас все налоги, в общем-то, которые действуют на территории Российской Федерации, они все прописаны на налоговом кодексе. Для юрлиц, для физлиц, вот, отдельная глава налогового кодекса, соответственно, каждый из этих глав содержит в том числе определенные льготы для налогоплательщиков. Что касается малого бизнеса, то здесь, наверное, уместно, в первую очередь, упомянуть о таких спецрежимах, как единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности, виды деятельности, все поименованы в законе, вот, и упрощенная система налогоблажения. То есть, намного меньше, скажем, головной боли для субъектов малопредпринимательства, чем если они находятся на общей системе налогоблажения. Здесь и ставки понижены, и в бухгалтерии оформляется все намного проще. Вот, поэтому, в общем-то, вот, наверное, такие спецрежимы, которые как раз характерны для предприятий малого бизнеса, и можно порекомендовать. Здесь, безусловно, что касается упрощенной системы налогоблажения, здесь самому налогоплательщику прежде всего нужно взвесить, что ему будет выгоднее. Общая система с уплатой налогов на прибыль, НДС и тому подобное. Либо упрощенная система налогоблажения, которая, в общем-то, будет заменять собой все вот эти налоги, которые характерны для общей системы. А вот специалисты налоговой службы могут как-то посоветовать, вот, особенно начинающему предпринимателю, что ему лучше выбрать, вот, по обложению налогами? Да, безусловно. Во-первых, у нас практикуется такая процедура, как прием граждан. Это производится как в самих налоговых органах на территориях, так и в управлении. Вот, более того, если обратиться к тому же налоговому кодексу, там прямо закреплена наша обязанность информировать налогоплательщиков бесплатно о действующих налогах и сборах, порядке исчисления налогов, ну, в том числе отвечать на письменные запросы. Вот, то есть здесь выбор, как бы, достаточно богатый, либо лично прийти, изложить свою позицию, получить ответ, либо письменно обратиться, получить официальный документ от нас в установленные сроки. А вообще можно определить, вот, как-то в общем тенденцию, как чувствует себя сегодня малый бизнес, вот, исходя из каких-то вот налоговых спектров, там, по собираемости, по размеру, еще почему-то? Ну, я не могу сказать, что он себя чувствует очень плохо, поскольку, значит, если мы анализируем, опять же, проблемы задолженности по налогам и те же процедуры банкротства, например, которые на должников идут, я не могу сказать, что у нас какой-то наблюдается рост именно в этой части задолженности, либо, значит, банкротства соответствующего малого бизнеса. В общем-то, ситуация достаточно стабильная, тем более, что вот эти спецрежимы, которые я уже назвал, они действуют достаточно давно, еще один спецрежим, кстати, забыл я о нем упомянуть. Да, что-то новое появляется все-таки. Это сельхозналог, но он тоже, в общем-то, давно действует, это тоже, скажем так, упрощенная система налогоблажения для предприятий сельскохозяйственного производства. Так, проблемная, вот, довольно сфера, вот, сельскохозяйства, значит, есть режим лимонный, да? Безусловно, да, многие очень сельскохозяйственные предприятия переходят на эту систему, в общем-то, поскольку она намного проще. Во-первых, налог один платится, он заменяет собой все остальные, вот, ну, и, в общем-то, раз повторюсь, в бухгалтерии намного проще все это оформляется. Одна декларация, опять же, сдается. Вот мы знаем, что для юридических лиц срок оплаты 1 октября, срок оплаты налогов, для физических, а для юридических тоже эта же дата, да, или нет? Нет, здесь, во-первых, все эти спецрежимы, они поквартально, у них отчетный период идет, то есть здесь, да, декларация подается, да, и, соответственно, каждый этот период там платятся авансы платежи, и, соответственно, уже по итогу налогового периода уплачивается сумма налога. Вот, для физлиц, да, 1 октября наступил срок уплаты имущественных налогов, соответственно, напомню, что обязанность по плате налога должна быть выполнена, установлена законом срок, этот срок наступил, и вот теперь, в принципе, наверное, уже пени будут начисляться для тех граждан, которые в свое время эту обязанность не выполнили. Для тех граждан, кто не получил налоговое уведомление, хотя, в общем-то... Да, 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 вот вдруг, не по своей вине, а вот мало ли что, сколько... Для всех, в любом случае, есть у нас сервис, называется он «Личный кабинет налогоплательщика». В общем-то, те, кто граждане, кто еще к нему не подключен, сделать это очень просто, подать заявление в любой налоговый орган, не обязательно даже по месту жительства, соответственно, сразу этот личный кабинет будет открыт, будет предоставлен пароль от него, гражданин в течение месяца должен этот пароль поменять, чтобы он сам узнал. То есть не тот пароль, который налоговый орган ему выдал, он уже свой меняет и им пользуется. И это нужно сделать в течение одного месяца, поскольку через месяц тот пароль, который предоставит налоговый орган, будет уже неактуальным. Так вот, этот сервис позволяет проанализировать как объекты налогоблажения, все, какие имеются у гражданина, так и, грубо говоря, историю. Ведь по этим объектам какие платежи были, какие уведомления приходили, когда были платежи, в какие сроки и тому подобное. Следующий вопрос от Геннадия Петровича. Со следующего года пенсионеры будут платить один налог на имущество. Как мне выбрать, за что платить, за дом загородный? И квартиру. Ну, в общем-то, налог на имущество, он всегда был один для физлиц. Здесь нюанс будет в том, что льгота будет предоставляться, насколько я понимаю, по одному только объекту. Вот, поэтому, соответственно... Да, да, вот, наверное, он между загородным домом и квартирой хочет выбрать. То есть, как раз к самому налогоплательщику, он должен обратиться к налоговому органу с этим вопросом и предоставить информацию. И рассчитать, наверное, выгоднее платить, который меньше налог, да? Ну, наверное, да. Тоже внесены изменения, вот, по кадастровой стоимости сейчас рассчитывается, да, сумма налога, поэтому тоже тут вот сложно как-то разобраться. Ну, в любом случае, повторюсь, у нас есть и личный прием, и вот по этим вопросам как раз соответствующие отделы занимаются. Поэтому необходимо обратиться будет в инспекцию по месту жительства, либо лично, либо обращение написать, соответственно, указать всю информацию. Вот вы в том числе занимаетесь и рассмотрением жалоб и обращений. Вот если проанализировать, опять же, ситуацию, которая складывается в вашей вот налоговой службе, по обращениям и жалобам, вот что больше всего волнует, больше всего на что нареканий, и как это будет, может быть, в ближайшее время справляться, как-то реагировать на это? Ну, у нас, безусловно, очень много обращений, в том числе от физлиц, это связано с отчислением, как правило, имущества налогов, вот, мы не только жалобы по регистрации рассматриваем, но и в соответствии с налоговым кодексом по вопросам налогоположения, ну, многие вопросы связаны и с кадастровой стоимостью, здесь мы, к сожалению, сами по себе сделать ничего не можем, поскольку не мы ее определяем, мы только в рамках полученной информации из кадастровой палаты уже применяем. Это кадастровая стоимость для расчета налогов. Ну, аналогичным образом бывают обращения, в частности, по транспортным средствам, когда гражданин говорит, у меня уже нет транспортного средства, вы мне уведомления присылаете. Здесь тоже мы, к сожалению, пользуемся той информацией, которую нам присылают органы ГИБДД, то есть база, и исходя из базы ГИБДД уже начисление производим. Безусловно, если гражданин представляет документ о том, что действительно транспорт он уже реализовал, у него его нет, ну, все вопросы снимаются. Вот. Ну, по физлицам, вот основная масса обращений вот именно такого характера. Ну, безусловно, есть и вопросы, связанные с обжалованием юридическими лицами. Здесь, наверное, подавляющее большинство жалоб связано с вопросами наших, наших доначислений по контрольной работе. Ну, здесь понятно, что не всегда все довольны нашими доначислениями предприятия, поэтому, безусловно, это их право. Вот. Жалоба примерно в том же порядке, что и по вопросам регистрации к нам подается. Мы ее также осматриваем в течение месяца, запрашиваем все материалы проверки, соответственно, исследуем доводы жалобы и по итогам принимаем решение. И вот еще такой важный вопрос. Чем грозит неуплата налогов юридическим лицам? Вот не платят, не платят они. Да какой суммы? Какой срок неуплаты на что-то повлияет? Вот какая-то тоже схема востребования налогов? Вопросы неуплаты, они нельзя сказать, что могут долго накапливаться у юридического лица, поскольку мы, как госорган, связаны определенными полномочиями и сроками. Соответственно, если установленные сроки не производятся, мы обязаны выставить требования в платье налогов. И в дальнейшем, если требование не исполняется, мы уже обращаемся в банки за взысканием с расчетных счетов. И в дальнейшем, если денежные средства отсутствуют на расчетном счете, уже обращаемся в службу судебных приставов для взыскания за счетом нового имущества. Ну, если и эта процедура не приносит нам полного успеха, тут у нас уже есть право также на банкротство подать. Более того, если неуплата налогов связана с внесением каких-либо недостоверных сведений, заведомо ложных сведений в налоговую декларацию или представлением нам недостоверных документов, это в том числе будет являться и основанием для подачи нами заявления о возбуждении уголовного дела в отношении руководства такой фирмы. А с какого момента налоги начисляют юридическим лицам? Вот с момента оформления госрегистрации, наверное, да? Нет, здесь нельзя так сказать. Потому что бизнес – это всегда деньги и прибыль, да? А если нет пока ни денег, ни прибыли, а налоги уже рассчитываются, вот как вот какая-то есть схема? Ну, во-первых, у каждого налога есть свой налоговой период, и он в зависимости от вида налога будет разный. По прибыли, если по налогу на прибыль – это год, то по другим налогам может быть квартал, месяц и тому подобное. Вот, поэтому, соответственно, обязанность уплатить налог окончательно возникает по итогам налогового периода. В частности, по налогу на прибыль это будет связано с вопросами, какой доход получен, какие расходы понесены. Вот эта разница и будет облагаться по НДС также, сколько, на какую сумму, скажем, продукции, товары, услуги или работы реализованы. Вот, то есть здесь у каждого налога свой объект, и именно по итогам периода уже будет определяться сумма, подлежащая уплате бюджета. Вот. А то, что вот несвоевременность оформления государственной регистрации, она на что-то влияет или нет? Или вот как-то вот это совершенно? Ну, сложно сказать о несвоевременности регистрации. Мы здесь тоже сроками определенными связаны. Пять дней у нас на госрегистрацию. Безусловно, в случае, если теоретически нарушение даже может быть допущено, за это есть административная ответственность по отношению к должностным лицам, которые допустили нарушение при госрегистрации. Ну, в любом случае, с момента внесения информации о регистрации в госреестр, предприятие уже может осуществлять свою предпринимательскую деятельность на законных основаниях. Спасибо большое. Еще раз напомним адрес Сергея Лазо 2А. Там располагается единый регистрационный центр. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнали Симон.